Девушки отдыхают Девушки отдыхают Среди предгорий и степей Масса того, что скрыто, недоступно или забыто Огромная территория Казахстана притягивает исследователей и первопроходцев Участники нашей съемочной группы одни из них Что нас ведет? Дух здорового авантюризма и погоня за открытиями В этот раз мы присоединяемся к колонне внедорожников Которая выехала из Астаны в одно из самых опасных мест Восточного Казахстана Цель путешественников – старая австрийская дорога Они едут на штурм вековой дороги, проложенной австрийскими пленами во времена Первой мировой войны Тем самым пытаются совершить поездку по маршруту Астана-Курчатов-Семей-Усть-Каменогорск-Атон-Карагай И финальная точка – озеро Маркаколь В чем сложность? Несколько экспедиций уже пытались это проделать Безуспешно Четыре внедорожника могли стать трофеями горной реки Машины удалось вытащить Повезло Уровень реки был настолько высок, что боковое течение машину сносило и уложило на бок Вот это было самое наше опасение В этих реках двух мостов нету Потому что в дальнейшем были там три моста Там нормально все пересекали А вот эти два моста были, двух мостов нету И там сложность вся была при переходе там В Усть-Каменогорске команда побывала в службе ЧС, чтобы разведать обстановку в районе В этом году вода большая И эти мосты старые разрушены И там придется, наверное, в брод идти Но сейчас вода упала По сравнению, как дожди были, все сильное было А сейчас, ну, долгое время засушлива такая Дождей мало После встречи с ученым-орнитологом Борисом Щербаковым планы экстремалов поменялись Группа собралась на озеро Язевое, откуда можно насладиться видом высочайшей горы Алтая Белухи И перед вами откроется во всем величии сама Белуха Это вообще божественные вершины, заснеженные Вот кажется, даже излучают какую-то музыку космическую Я не фанатик, что, ах, какая энергетика, там, пятое-десятое Нет, но действительно, когда смотришь, картина просто завораживающая Стоит подняться Говорят, застать Белуху в ясную погоду большая удача Крайне редко гора Небоскреб обнажает свою вершину перед путниками Кроме того, группа наметила несколько других туристических мест Первым из них стал древний буддийский храм Аблайки В принципе, это находится недалеко Я думаю, что это будет в дальнейшем, это будет для туристов очень интересное место для посещения Тут жило племя фашиотов, правитель был Аблай Как раз по его приказу начинается строительство этого комплекса Аблайки Тут был храм, сам монастырь, крепостная стена, жилой комплекс, производственные помещения Началось исследоваться в июне 2016 года Институтом археологии имени Морбулона Первоначально Аблайки был зданием пятиугольной формы с высотой стен 3-5 метров, толщиной 3 метра Состоял из трех зданий Высокого храма из белого кирпича, дома лам с деревянным вторым этажом и небольшой хозяйственной постройки Наша самая главная и ценная находка – это берестяные рукописи Эти рукописи, они известны уже и в мировой науке, начиная с 18-го столетия И, собственно говоря, благодаря этим рукописям началось знакомство академической науки с тибетским буддизмом Рукописей на бересте найдено немного Археологи считают, что все самое ценное из храма растащено давно Возможно, именно в то время рядом с памятником обронили эти необычные находки Есть еще другие интересные находки, конечно же Это бронзовые и железные наконечники стрел Есть свинцовая пуля и формочка, в которую эти пули выливали Не являлись ли тогда буддисты пацифистами? И зачем мирным монахам оружие? В 1671 году Аблай Тайша уже в ходе междоусобных распри потерпел поражение И был вынужден откочевать в Южное Приурале После чего, видимо, этот монастырь приходит за пустение, оставшись без покровителя Ну, наверное, мы полагаем, что монахи жили здесь еще до начала 18-го столетия А уже когда в 20-е годы пришли первые русские экспедиции В том числе экспедиция Лихарева, которая основала город Ускаменогорск Они уже заставили опустевший совершенно храм Разбросаны везде рукописи, реликвии, бронзовые статуэтки Удивительно! Ученым удается обнаружить место стоянки военно-исследовательской экспедиции Были найдены пули, медный крестик, три монеты были найдены И четко датируются как раз по письменным источникам И археологические источники четко совпадают Они, получается, детальную съемку производят этого памятника Здесь они какое-то время стоят Зарисовки происходят, сбор, получается, здесь находилась бюллетека Сбор в бюллетеке производят они тут Так на бумаге было, на бересте было Это, получается, было все собрано и отправлено в Петербург Работа на территории древнего храма у археологов только начинается Самое важное, считают, они впереди Мы нашли только рукописи пока Мы их не прочитали В ближайшее время мы отправим специалистам, которые смогут их расшифровать Ну, в первую очередь, сначала реставрировать, конечно, эти рукописи Очистить, восстановить А затем другие специалисты по восточным языкам их прочтут И там уже идут очень важные находки для нас Все как в нашей экспедиции Мы в начале пути отправляемся дальше Ближайший пункт назначения — Катон Карагай Катон Карагайский национальный парк — крупнейший из охраняемых природных территорий Казахстана До его центра одноименного поселка 350 километров Отрезок пути вроде и небольшой, но виды меняются так часто, что создается впечатление, будто минуешь страны, порой меняешь континенты Я вообще хотел посетить Катон Карагай в целом Как выяснилось, ну, всегда бывает так Ты думаешь, что визитной карточкой региона является какое-то определенное место А потом приезжаешь в него и узнаешь, что этих мест там в море Просто то, о чем ты думал, это, оказывается, мизерная доля того, что на самом деле есть В Катон Карагай экспедиция добралась уже поздним вечером Где устроить ночлег? Посмотрите, вы из Катон, вы будете ехать и выключите в него И прямо по дороге, метров сто от него, там уже и эта беседка стоит, и Костровича, и все Там балладки поставить, там место все есть хорошее Сейчас нам покажут дорогу, это немножко меняет наш маршрут Но, в принципе, мы с этим тоже согласны Согласны в плане того, что уже темнеет И нам нужен сейчас ночлег И здесь нам посоветовали совсем недалеко Есть очень хорошие уроки сейчас, водопадок обустроено Именно обустроено парком Катон Карагайским парком Понизился ли уровень воды в реках? Можно ли спокойно выезжать на австрийскую дорогу? Или предстоящее путешествие джиперов вновь окажется битвой за выживанием? Завтра они получат ответы Ежегодно Катон Карагайский национальный парк посещают тысячи туристов Они приходят сюда увидеть, победить Это если говорить о восхождении на Белуху И не только, еще и узнать Ведь здесь расположен и ярчайший памятник истории Берельские курганы Для того, чтобы обеспечить безопасность гостей Ситуация в районе здесь мониторится ежедневно Вы, наверное, доедете у нас до озера Изёва Как раз вот здесь Находится на границе с Российской Федерацией Наиболее посещаемый маршрут Катон Карагайского национального парка Отсюда хорошо видно город Белуху Самая высокая точка Алтая-Сибири Высота 4506 Итак, джиперы покидают Катон Карагай На навигаторах внедорожников отмечено озеро Язевое Следующая цель путешественников Проехав чуть более половины пути Автоколонна сворачивает с основной дороги Чтобы посетить Берельские курганы Надо отметить, сезон археологических раскопок В Долине Царей завершен Но еще несколько часов назад Ученых можно было здесь застать На Медниек прошло долгожданное открытие Уникального музея под открытым небом Большая удача, что мы становимся Одними из первых его посетителей Под стеклянным куполом Площадью 90 квадратных метров Мы спускаемся буквально в загробный мир Внизу, на глубине 9 метров Погребение, которое называют Курган номер 2 Берельские курганы Самое место, это ущелье, капсула Тоже очень интересное место Нужно, мне кажется, тем, кто интересуется историей Побывать, посетить Соприкоснуться с этим местом Примечательно, что именно с так называемого Кургана номер 2 Началось исследование Царской долины Впервые научные изыскания здесь провел Ученый-востоковед Радлов В 1865 году Полностью захоронение было вскрыто Уже казахстанскими учеными Только в этом году Сейчас в раскопе артефакты И останки расположены Именно так, как их обнаружили археологи У озера туристов не видно Сезон окончен На берегу лишь местный житель Он ждет клево главного обитателя водоема Язя Судя по всему, отсюда и название озера Правда, здесь его принято называть Не Язевое, а Язевое Участники экспедиции оказались тут не просто так Каждый из них надеется Сегодня увидеть капризную белуху Утром был очень-очень густой туман На рассвете И где-то к часам Где-то к часам К восьми Этот весь туман рассеялся И на наших глазах Это такой очень эффект произвело Когда мы увидели Сперва озеро Начало открываться Потом открылось Подножье горы белуха И потом сама белуха Белуху очень сложно застать Ясную погоду Что здесь очень часто туманы И редко когда Удается увидеть полностью Белуху без каких-то помех И нам сегодня повезло Природа нам подарила Где-то полчаса ясной погоды Шикарной Мы увидели белуху Эти белые сверкающие пики Самая крайняя точка Восточная точка Казахстана Куда мы стремились попасть И вот это рассмотреть Хотите называть это жертвоприношением Хотите нет Но в этом регионе Под святой белухой Все приобретает сакральный смысл Вот и путешественники надеются Что духи снизойдут к ним И их путешествие по староавстрийской дороге Все-таки состоится И этому они хотят посвятить Приготовление блюда По древнемонгольскому рецепту Которое называется хорхок Давайте посмотрим Хорхок, как вы поняли Блюдо мясное То ли тушеное То ли копченое То ли жареное С особенностью его приготовления Мы познакомимся чуть позже Для меня лично способ был в диковинку Но самыми прожаренными По-видимому являются камни Их в костер бросают первыми И держат более часа полутора Камни из речки Из речки должны быть камни круглые И темные, синие Бывают же камни Такие камни используются Они когда температура держит Жар держит Издревле хорхок был блюдом Торжественным, праздничным Однако в силу легкости Приготовления быстро завоевал Статус походного Будь то в древности военные походы Или как сейчас Вот такие туристические Лук, морковь, соли добавлю И все Чуть-чуть черного перца можно Да Конечно, чеснок Чуть-чуть, ну, для вкуса Специи Ну, я думаю, много специй не надо Потому что мы в настоящем природе Вот С середины Вот так открывай Вот это горячее должно быть Кидай Просто кидай, кидай Давай Очень быстро надо работать Слой мяса, набор овощей и специй А поверх всего этого Или прямо в бурлящую массу Опускаются раскаленные камни Крышка фляги наглухо закрывается Но ненадолго Только пар спуская на черванет Принцип скороварки Приготовление самого блюда Занимает всего минут 20-30 Сил, правда, отнимает немало Но результат того стоит В следующих выпусках вы узнаете Что ищут зарубежные кинематографисты В Восточном Казахстане Как действовать, если машина застряла В бурлящей реке Австрийская дорога наносит по путешественникам Первый удар Можно ли двигаться дальше? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Добавил субтитры создавал DimaTorzok